Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, какое масштабное обновление произошло у локации Лес Холлов. Покатаемся, посмотрим, что же находится среди его деревьев, какие тропинки были добавлены, ну а также поговорим о том, что ждет его в ближайшем будущем и что нас ждет на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life и донатной валюты Star Coins. Так что, перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Лес Холлов одна из самых старых локаций, которая осталась на Юрвике, хотя ее до этого немножко меняли. Была обновлена земля, сама текстура травы, земли, рисунки на ней и немножечко деревьев. То есть раньше она была еще старее. Но сейчас локация официально обновилась целиком и полностью и даже преобразилась на карте. Теперь по всему лесу есть большое количество тропинок, всяких дорожечек проложенных или вытоптанных. Фонарики поставили очень красиво, появились речки и водопады. Но все мы это посмотрим по порядку. Что у нас по этой карте? Здесь изображены все тропиночки данного леса и не более. Но тут есть даже вот эта загогулинка, которая открывает нам портал к друидам, тропинки к загону и также в горы почти к выезду к самой обсерватории. Очень много тропинок, мне очень непривычно. И вот эта желтая, это основная тропа, то есть которая раньше и была, основная дорога. А-а-а, беженькие, это вот дополнительные тропиночки. Итак, давайте же отправимся. Я специально взяла своего лохматика, Guardian Desire, чтобы он нас сегодня сопровождал в этом путешествии. Я даже включила музыку. Да, сегодня будет видео без музыки канала, а непосредственно сама музыка игры. Значит, что я могу сказать уже сейчас? До этого я заходила в этот лес, немножко по нему покаталась и уже открыла для себя некоторые, скажем так, тонкости данной локации. На самом деле она вышла красивая. У нее есть много плюсов. К примеру, многие могли бы порадоваться тому, что нету больших корней, холмов или каких-то оврагов, где можно было застревать. Но мне кажется, просто мы еще не нашли. Не волнуйтесь, мне кажется, мы еще найдем места, где мы сможем застрять во время каких-нибудь гонок и скачек. Но мне лично лес не понравился. Но не целиком и полностью. Мне безумно нравится его музыка, текстура растений, каменных построек, фонари, музыка, а также магическая атмосфера в ночи. Мы ее посмотрим чуть позже. Но мне кажется, лес каким-то слишком пустым. В нем очень мало растительности. Именно такой, крупный, такие как кусты или маленькие деревья. Сейчас тут больше просто цветов, высоких деревьев и разных видов трав. Я бы хотела, чтобы лес был более погуще. Что-то среднее между тем, что есть сейчас, и деколесьем вместе с мистфолом. Именно по количеству флоры. Хочется иногда ощущать, что это лес такой глубокий, большой, и что в нем, если немножечко отвлечься, можно заблудиться. Мне очень нравится это чувство. Вот это наш старый домик, который мы знаем с вами по сюжетной линии, кто играет уже очень давно. Здесь мы находили документы финансовые для семьи Морландов. Потом мы еще здесь делали задания с семьей туристов, назовем их так. И теперь домик выглядит совсем по-другому. И вот сейчас мне действительно жалко, что он разрушен, потому что, судя по планировке, он был бы очень миленьким. Также у него здесь есть вот такая вот, наверное, естественная терраса, построенная на холме, с которой видно все вплоть до соседних гор на противоположной стороне реки, а также еще горный ручей. Да, ребят, нам впервые добавили в игру водопадики и горные ручеечки, именно такие не слишком резкие, а пологие, с переходом. То есть не нужно объезжать их где-то очень далеко, а просто проехаться прям по ручеечку. Так, я, если честно, сейчас уже боюсь здесь потеряться, так как локация стала совсем другой и для меня вообще незнакомой. Еще одна особенность, которая мне почему-то не нравится, это узкие тропинки, вот по которым мы едем с вами сейчас. Но я настолько сильно привыкла, что раньше, когда ты едешь в Элдетл, едешь по большой широкой дороге. Ну, а сейчас это стали вот такие вот узкие тропинки, наверное, 2 метра шириной. Примерно, может быть, полтора. Но это до сих пор основная дорога, насколько я помню. Я, если честно, не уверена, куда я еду, но нужно просто поехать и увидеть, что будет дальше. Воды здесь теперь стало очень много, по сравнению с предыдущим лесом Холла, в котором воды не было вообще. Кроме как реки Серебряной Песни, которая протекала через весь лес. От водопада до выхода в море около Фортпинта. Мне очень нравится стилистика, дизайн, к этому я вообще не продираюсь. Мне только не понравилось, что деревья совсем другие. И я пыталась объяснить своим друзьям, почему мне не нравятся эти деревья, но мне кажется, меня не поняли. Мне не нравится, что они именно здесь. Именно рядом с Серебряной Поляной. Если бы эти деревья росли в диколесье, то вопросов бы не было. Там совсем другие растения, другая флора и фауна, которую разделяет целый хребет из гор. Ну а здесь все слишком близко. И очень странно, что вот буквально проехав несколько метров от лиственных зеленых лесов, может быть дубов и берез, у нас появляются вот такие деревья, которые больше напоминают, ну немножечко допустим, тропический лес. Так что я не говорю, что сами текстуры или деревья плохие, я просто говорю, что мне кажется, они выглядят здесь немножко странно. Как же поменялся Вейоделл? Он поменялся, но благо не сильно. Меня это очень сильно радует. Потому что я человек, которого очень легко, скажем так, ввести в состояние флешбеков. То есть если я катаюсь по новой локации какой-то обновленной, и там есть тропинка, которая не изменилась со времен старого ССО, то у меня в голове возникают образы и картинки с тех времен, когда я там каталась. Еще на двух, на вторых поколениях лошадей. А также у нас тут появились новые персонажи, ранее которых не было. Это Реянш, друид. Кстати, мне вот очень нравится его моделька. Здесь будет, видимо, несколько мастерских, кроме мастерской Фары. Теперь цепочка Фары складывается в нормальную сюжетную линию, что действительно, прежде чем создавать свою мастерскую, она обучалась у других друидов и принимала у них навыки, некие секреты этого ремесла. Так что здесь, я так думаю, тоже у нас появятся еще, наверное, две или три мастерские, а также магазинчики. Появился новый персонаж. Это Джейд. Такая вот женщина с книгой. Мне она тоже очень нравится. Вот эти взрослые персонажи, которые добавили в этом обновлении, мне они понравились. И я это говорю не то чтобы с удивлением, а то, что почему нельзя делать всех персонажей таких красивыми и, ну, с характером. Также еще вот одна женщина новая, это Гайя. Я так понимаю, они все друиды, но в разных, скажем так, сферах. Кто-то, видимо, по зелью, кто-то по растениям, а кто-то, может быть, по животным. Да, я передаю привет всем, кто попадает в сегодняшнее видео, но, тем не менее, продолжаю снимать, не отвлекаюсь. Также у нас здесь будет парикмахерская. Точнее, она уже есть, но она у меня, по крайней мере, не активна. Может быть, я что-то не то делаю. Нам добавили сад с растениями и было бы очень классно, если бы на ней действительно можно было бы что-то выращивать. Это, по-моему, земляника здесь растет или что-то похожее. Здесь это что-то наподобие колодца, но мне кажется, это просто сборник дождевой воды. Капуста. Это, я не знаю, тыква какая-то. В общем, да, такие вот новые мини-локации. Причал остался таким, как был, но там тоже что-то есть. У нас появилась зона для купания в Вейлдала. Это удивительно, потому что раньше купаться мы могли только в Форпинте. Потом появилась локация, которая нам позволяет это делать в Дундуле, но на берегу. А теперь еще и здесь. Даже вот такие вот, скажем так, отделения ванночки с кувшиночками. Это очень и очень классно. Мост тоже, по-моему, ни капельки не изменился. Как и, в принципе, магазин и мастерская Фары. Эти участки не были затронуты. Затронуты. Может быть, немножко изменили рисовку земли и добавили растительности. Домик Элизабет. Какое счастье, что ты остался таким, каким и должен был быть. Неизменно. Так, давайте дальше поедем вот сюда. Это у нас тропа, которая ведет к порталу. И также тропа, которая ведет к ДСД. Меня очень смущает вот это дерево. Оно в полувоздухе. Мне кажется, оно здесь не на своем месте. Ну что ж, пусть пока стоит. Я думаю, потом они его немножечко скорректируют. Тропа, на удивление, тоже вообще не изменилась. Даже камни остались те же. Видимо, в следующих грядущих обновлениях леса холлов они их заменят. А вот тропинка, создающая портал, немножечко преобразилась. Она стала краше, намного интереснее, привлекательнее. И мне нравится, что вот она такая заросшая. Загон вверху совсем немножко изменился. Я думаю, я туда не поеду. У нас появилось много маленьких локаций. Таких скрытных. К примеру, вот такой вот пещераспуск. Возможно, здесь будут потом задания с волками. Но я надеюсь, не в таком количестве, как в летнем лагере вестерн. Боже мой, я до сих пор пугаюсь мысли о том, что он вернется в следующем году. Надеюсь, волков сделаю поменьше. Вот мы начинаем теперь кататься уже по самому лесу, вне тропинок. И мне кажется, что пустовато. Деревья слишком редкие, по крайней мере, вот здесь. И сразу понятно, где, что и когда. Да, вы можете сказать, что раньше тоже деревьев было не так много. Это правда. Но за счет того, насколько они были широкие, столетние или двухсотлетние. Да я уверена, там есть деревья. Были точнее. Были деревья и трехсотлетние. Выглядело это как-то помощнее. Тут тоже, в принципе, мы можем покупаться, расслабиться. У нас появилось много водоемов и даже есть горячий источник. Интересно, каково будет купаться здесь зимой в самое холодное время года. Много новых звуков. Белки стали больше, лисицы тоже. И это, кстати, очень странно смотрится. Если бы моделька была бы другая, и это выглядели бы как действительно более взрослые животные, то это было бы круто. Но они решили просто увеличить по факту наших питомцев и сделать их NPC леса. Также были на деревья, на корни добавлены совы, вороны и все остальные лесные обитатели. У нас появился вот такой вот большой водоем, который находится чуть дальше от основания горы. С кувшинками, глубокой зоной и с большой поверхностью для купания. Вдоль всего берега также здесь вот идет такая вот мель, по которой мы можем тоже кататься, бегать или купаться, отдыхать. И просто приятно проводить время. У меня больше всего интересует противоположный берег, потому что там есть тот самый горный ручей. Тут сейчас очень много игроков. Большинству, да, наверное, я даже скажу по-другому, практически всем этот лес понравился. А я впервые стала тем, кому он не понравился стопроцентно, а только частично, какими-то маленькими деталями. Ну что ж, бывает, не всегда же мне все должно нравиться или не всегда же я должна защищать Асосой и его разработчиков. Ну вот, пожалуй, единственная вещь, которая меня покорила, прям самое сердце, это вот этот горный ручей. Я никогда не задумывалась об этом, что мне могут нравиться горные ручьи, что у меня к ним какая-то отдельная слабость. Но сейчас я поняла, что да, что-то цепляет очень сильно. Звук воды и водопадов по камням, которые струятся с бешеной скоростью вниз в речку. Это прям меня очень сильно задело в хорошем смысле. Вот здесь, недалеко от уже обсерватории, под основанием гор, находится немножечко другая территория. Здесь много грибов, а также такой красной листвы. Это очень странно, но даже, смотрите, нам на воду добавили опавшие листья. Вот это классно. Это очень классно. Хочу посмотреть, что там дальше, потому что я не помню, каталась ли я туда или нет. Везде есть указатели. Их много. Какие-то указатели стали совсем для нас новыми. То есть раньше их не было. Так, вот эта дорога нас приведет уже к обсерватории выше. Маршруты, конечно же, скачек поменялись очень-очень сильно. И в данный момент у нас отсутствует чемпионат Вейлдала. Разработчики написали нам, что данный чемпионат будет отсутствовать до следующего года. И в начале 2024 года его добавят уже как обновление чемпионата в Вейлдал. То бишь, его не вернут. Просто со словами мы переделали его и подстроили под новый лесхолов. А именно так же, как и раньше было сделано с Морландом, Форт Пинта будет обновление самого чемпионата с новой амуницией, и одеждой, и гонкой, и собственным магазином. Так, вроде бы эту часть мы проехали. Давайте проедем чуть дальше, именно уже ближе в сторону выхода из леса холов, поближе к ферме Стива. Тут очень много рисованных тропинок, но она также очень много троп, которые скрыты. То есть по факту дорога есть, просто она не указана нигде. Вам нужно самим понять, что по ней можно ехать. А вот, кстати, смотрите, нет, вот оно, вот этот кусочек, мне кажется, который был точно вписан в маленький спойлер официальный от разработчиков про новый лесхолов. Вот здесь деревья поплотнее, кустов побольше, и папоротника, и всего тоже. Вот здесь, да, вот, я чувствую, что вот этот кусочек небольшой, он вот более лесист, чем тот, что находится ближе к дорогам. Но этого так мало. Я надеюсь, что в будущем они сделают таких кусочков побольше, чтобы действительно ощущалось, что лесхолов, это не просто какой-то лесочек с редкими деревьями, а древний, заросший большим количеством растений лес. Здесь еще есть вот такая вот зона. Я думаю, это одно из мест сбора друидов. Я надеюсь, что я права, и, возможно, уже в ближайший месяц мы узнаем, что здесь за собрание происходит. Прям очень-очень интересно. Должны будут добавить очень много квестов, репутации, новые механики. Но все это нас ждет попозже. Пока что, ребята, давайте довольствоваться тем, что нам просто обновили лесхолов. Одной из последних старых локаций Юровика. Я даже и не знала, что осталось более старым и более популярным, чем этот лес. А вот, кажется, я и нашла тот кусочек, который был в трейлере. Ну, возможно, мне просто кажется. Ну, очень похоже. Тут тоже тропиночки, цветочки. Но вот здесь, мне кажется, пусто. Вот, да, вот все. Вот здесь я приезжаю. Мне лично уже как-то не так комфортно, как в той гуще леса. У нас есть еще один водопад. Он находится ниже по реке. И он двойной. Да, он двойной. Интересно. А зимой здесь сделают горку? Так же нам добавили несколько новых переходов через реку. Один из которых у нас так и остался мост в Элдоле. А второй переход стал около водяной мельницы. Вау, вы просто посмотрите. Мне даже стоять здесь страшно. И еще один переход сделали вон там. То бишь, теперь между двух мостов в Элдоле и с Серебряной поляны в сторону Фергров у нас есть еще три перехода. Четыре. Еще три перехода точно. Это вот это круто. Это очень хорошо. Потому что раньше, чтобы перейти с одной локации в другую, если вдруг без сканевоза, нужно было бежать к одному из мостов. И если в Элдоле нужно было бы еще проехать через горы, к примеру, озеро Вейлдол, то это было бы очень длинным приключением. И мы ведь так катались. Так что считайте, здесь нам тоже упростили маршрут. В нижней части я не была. Поэтому предлагаю прямо сейчас проехаться именно туда. Мне еще сказали, что здесь очень красиво ночью. Но я в этом не сомневалась. Последние годы ССО очень сильно выросло. Именно в плане эффектов. Светлячки, лунный свет, солнечный свет, пыльца, магические вспышки. Все это стало намного лучше, чем было тот же год назад, а то и два. Вот здесь очень интересно. И, кстати, похоже больше на болотистую местность. Вот здесь очень интересно. Смотрится немножко как болотистая местность. Очень уютно и комфортно. Вот только теперь вопрос. Неужели зимой, когда будет гонка с пингвинами, она либо вообще не появится, либо она будет пробегать частично по земле? Думаю, здесь тоже будет потом какая-нибудь активность, учитывая то, сколько здесь свободного места. У нас появился еще новый домик. Здесь столько всего. Масштаб территории стал настолько большим, что быстренько все пробежать, ну просто невозможно. Учитывая то, как мы с вами любим смотреть по сторонам. Это сюжетный домик. Я думаю, он связан с новыми персонажами. Кто у нас тут? У нас тут кролики, у нас есть корыто с водой. Похоже, потихоньку я начинаю привыкать к этому лесу. Хотя все равно буду безумно скучать по старому. Я даже до сих пор помню, как когда-то пробегая через этот лес холов насквозь на Реси, я спешила купить своего первого хаффлингера второго поколения, которые в те времена стояли именно в конюшне Вейлдала, еще до обновления, когда поставили сплошняком канавязи. Вот так эти водопады смотрятся со стороны. Очень классно. Они такие высокие. Конечно, не выше водопадов, которые есть в Вейлдале и Ведиколесье, но все-таки. Здесь тоже присутствует большая зона для купания. Это хорошо. Дороги соединены, то есть можно сразу оттуда пробежать ближе к водяной мельнице. Очень много. Очень много всего. Я боюсь что-то пропустить, и я уверена, что не смогла вам показать все маленькие детали данного нового леса с первого раза. Но я нашла логовое лисичек. Пожалуй, это можно считать уже за достижение. Ну что ж, наверное, это все, что я хотела бы сегодня показать. Но прежде чем закончить это видео, нужно будет увидеть, как же данный лес выглядит ночью. А ночью он выглядит волшебно. Эти фонарики, свежий воздух. Я прям ощущаю этот холодный вечерний ветерочек, который колышет листу на деревьях лесохолов. Я думала, здесь будет побольше светлячков. Но возможно, они находятся в глубине леса. Кататься здесь будет одно удовольствие. Отдыхать, думать о вечном. И я уже вижу, как народ вместе с друзьями катается в вечерние прогулки по его тропинкам. Обновление это хорошо. Конечно, тем, кто привык к старому, будет трудно отпустить мысль о том, что старых мест уже нет. Но такие обновления позволяют игрокам знакомиться с локациями и больше времени проводить на их территории. Это хорошо. Надо думать все-таки о том, что игрушка должна развиваться и не стоять на месте. Я надеюсь, что она будет развиваться дальше с все меньшим и меньшим количеством лак и ошибок. Потому что пока что разработчики этим нас огорчают. Так что вот такое вышло долгое ознакомительное видео с лесом Холлов. Учитывая то, что ему будет посвящен почти целый месяц, в данном видео по обновлению больше мне говорить было не о чем. На следующей неделе будет добавлена какая-то маленькая новая мини-игра в лесу. Также были обновлены, напоминаю, гонки, трассы, добавлены новые какие-то скачки, по-моему, без заданий, а просто забеги. Ну а что будет дальше, посмотрим с течением времени в течение следующего месяца. Ну а на этом все, и я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в новом лесе Холлов. Субтитры подогнал «Симон»!